Сегодня мы с вами начинаем подводить итоги нашего виноградного сезона и посмотрим столовые сорта на нашем молодом винограднике, которые полностью созрели на сегодняшний день. На календаре у нас 23 августа. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Прежде чем начать наш обзор, пару слов об особенностях этого сезона. С одной стороны, у нас вегетация началась очень рано и некоторые сорта уже 1 апреля раскрыли почки. С другой стороны, потом было несколько волн холода, были заморозки. И последние заморозки у нас были в районе, наверное, 10-11 мая. То есть все это время до 10-11 мая растения вроде как бы уже не спали, но они не могли нормально развиваться. Ну, а потом наступила обычная нормальная теплая погода. И хотя говорят, что вот лето там какое-то жаркое, аномально жаркое, ну, я бы не сказала, что оно какое-то аномально жаркое. Да, были жаркие дни, были дни довольно прохладные. То есть, в принципе, обычное такое среднее лето. И по созреванию, допустим, были годы, когда у нас примерно в такие же сроки все созревало. То есть ничего такого обычного выдалющегося, да, кроме очень-очень ранней весны, и потом такой долгой задержки развития не произошло. Ну, а теперь идем смотреть наш виноградник. Это виноградник молодой. Он был заложен весной 21-го года. Первая церава сагра. Ну, даже останавливаться не буду. Мы его уже практически съели. И осталась одна последняя гроздочка. На начало августа он уже был полностью готов. Вкус сладкий, приятный, мускатный. Каталония прячется здесь среди листочков. Вот эта синяя гроздья. Это все она. На сегодняшний день полностью готова. Уже некоторое время назад ее можно было кушать, но сейчас вообще можно срезать и съедать целыми гроздьями. Вкус приятный, сладкий, гармоничный. И ягода хрустящая, такая довольно плотная. Сегодня это у нас обзор по ягоде, но немножко остановлюсь на некоторых моментах. Говорят, что у Каталонии плохо зреет лоза. Ну, смотрите, вот 23 августа всего лишь. В принципе, уже лоза довольно-таки желтенькая. Желтенькая. Это у нас прима Украины. Уже тут несколько подъеденная. У нас смещенная зона плодоношения, поэтому вот эта тоже желтенькая все прима. Она же на второй плоскости, но уже полностью не показываю, потому что будет очень долгий обзор, если будем все показывать полностью. Потом еще будут ролики по более подробным характеристикам каждого сорта. Все, это уже полностью готово. Уже некоторое время назад ее можно было кушать. Но тогда мы еще выбирали ягоды. И все, сейчас можно полностью, опять же, срезать гроздь и съедать. Вкус сладкий с таким выраженным цитронным мускатом. Ягоды довольно плотные, хрустящие, сочные. Вот там такие красиво проглядывают яркие ягоды насыщенного розового цвета. Это пестрые. Тоже полностью готов. Вкус сладкий, приятный, с мускатиком. Ну, таким тонким, нежным мускатом. Шарада Уа готова уже некоторое время назад. Вот тоже ее гроздочки. Здесь, смотрите, они такие очень плотные. И по шараде, что хотелось бы сказать, жаловаться, что она трещит. У нас два дня были дожди. Дожди довольно сильные. Ну, вот показываю, да. Грозди крупные, грозди плотные. Да, вот есть, смотрите, раз. Две ягодки треснула на весь куст. То есть, понимаете, здесь даже вырезать-то нечего. Здесь все вот плотное такое, взбитое. То есть, две ягодки на куст, я не считаю это треском при таких хороших и ранних сроках. Две ягодки на них можно закрыть глазам. По вкусу приятный, сладкий, гармоничный вкус. Вот эти крупные розовые грозди, яркие. Это полонез 50. У нас тут на двух плоскостях. Здесь покажу поближе. Вот такие ягодки. Вот такие грозди. Интересно, кстати, у полонеза, в грозди везде есть листик. Такой вот. Кое-где я пообрезала, кое-где осталось. Тоже полонез готов. Если он еще будет висеть, он хорошо висит на кусте. А краска будет еще темнее. Вот у меня даже по этой грозди видно, да, что тут ягодки такие более темненькие. А эти такие розовые. Но я пробовала вот совсем светлые ягодки крупные. И они все полностью готовы. Ягодка сочная, хрустящая. Вкус приятный, гармоничный. Вот это у нас гроздочки. Это подарок. Не святая. Ну, вот. Показано в восточной плоскости. Поэтому камера показывает ягоду более фиолетовую. Она такая, как бы темно-темно-розовая. Не совсем синяя, а более такая. С розоватым оттенком. Тоже полностью готова. Ягодка сладенькая, приятная, с легким мускатом. Опять же, вот обращаю внимание. Нарекают, что плохо зреет лоза. Но вот смотрите, как она плохо зреет. Да, вот уже. Вот она коричневая. Да, дальше она желтенькая. Только, извините, еще на самом-то деле август. И никто не говорит, что в августе она должна быть зрелая. Вот уже видно, что процессы вызревания активно идут. Киш-миш-бровисима. Вот такой у нас красивый. Ну, конечно, не самая крупная гроздья. Но как есть. Надо же учитывать все погодные условия. Ну, вот эти более мелкие ягодки. Они будут без косточки. Ну, не такая уж мелкая. А, конечно, вот такая вот крупная. Сейчас посмотрим. Ну, вот, да. Видите, в крупной ягодке есть вот две большие косточки. В ягодке более мелкой. Ну, вот эта более мелкая ягодка. Ничего нету. Ягода очень сочная. Вкус приятный, гармоничный. Тоже на сегодняшний день полностью готова. Это красота у нас дынька. Вот здесь дынька. На второй плоскости дынька. Вот там тоже дынька. И на сегодняшний день дынька абсолютно готова. Вкус очень интересный, такой фруктовый. И как-то попадалось, мне читала в описаниях, что есть мускат. Ну, вот в прошлом году я муската не слышала совсем. А в этом году вот в некоторых ягод, когда немножко проскакивает и такой легкий мускатик. Но за счет того, что яркий вот этот фруктовый вкус, то не всегда этот мускат можно различить. Именно идентифицировать его как мускат. Потому что всегда же вкус рассматриваешь в комплексе, а не какие-то отдельные его компоненты. Про дыньку расскажу такой интересный момент, когда в начале августа делала обзор. Показывала, что вот это красится, да, вот это так выглядит, вот это так. И коротенький ролик в ТикТок поместила. И был такой очень интересный комментарий, что эта дынька сейчас не надо вводить людей в заблуждение. Когда же она созреет? Вот 23 августа дынька созрела. Хотя на самом деле для нашего региона это такой еще достаточно ранний срок. Даже я бы сказала сильно ранний срок. У нас норма это вот начало сентября, чтобы ягода созревала. Ну, а дынька вот в этом году уже готова. Вот это у нас все висит. Это бруно. Ягода на сегодняшний день полностью готова. Вкус классического синего винограда. Приятный, гармоничный. Кишмиш северно-медовый аромат. Кишмиш полностью без косточки. Тоже на сегодняшний день готов. Ну, и вот такая ягодь несколько живейная. И вкус такой интересный. Фруктовый. Ну, это вот тропические фрукты, которые характерны для некоторых лабрусковых сортов. Вот эти вот желтые ягодки. Ну, в тени, поэтому вам кажутся зеленые. На самом деле они желтенькие. Вот здесь вот на краешке тоже желтенькие. Дальше вот розоватая гроздь. Это уже Наташа Ростова. А Нельсон, это вот эта вот желтенькая. Ну, с этой стороны слабоватые гроздочки. А там так такие неплохие. Тоже Нельсон полностью готов. Сладенький, приятный, с легким мускатным вкусом. Вот эта красота. Это у нас Зоренька. Вот на той полоскости будет смотреться очень красиво. Зореньки третий год. Всего лишь она у нас младшая, чем то, что я показывала предыдущая. Ну, тоже Зоренька на сегодняшний день полностью готова. В принципе, уже в порядке времени назад, как ее можно было кушать. Вот покажу ее с другой стороны. В более красивом виде. Такая вот Зоренька. Здесь у нас тоже третий год кустику подарок Ирине. Те желтенькие ягодки. Тоже полностью готова. Можно полностью гроздь срезать. Приятный, сладенький, гармоничный вкус. И здесь у нас вот такой красивый уже темно-розовый лазуревый. Правда, в этом году не вообще ее пылился. Но вот такие небольшие гроздочки. Тоже полностью готов. Плотная ягодка, мясистая. С таким хорошим хрустом для тех, кто любит такое все хрустящее-хрустящее. Сладенькая, с приятным мускатом. И кишмиш запорожский. Тоже у нас был позже несколько досажен. То есть здесь кустику. Третий год. И тоже на удивление он уже созрел. Обычно он созревает позже. Где-то в начале сентября. Бывает ближе к 10 числам. Но в этом году, 23 августа, он полностью готов. У него всегда ягодка с легкой кислинкой. Но это его нормальная кондиция. Такой приятный, мармеладный вкус. И даже вот я удивилась. Мы уже говорим, что, слушай, запорожский созрел. Он говорит, тогда я его уже давно подъедаю. Вот так вот оказывается, что в этом году некоторые сорта, которые по идее должны были позже созревать. Вот они даже приятно удивляют и созревают раньше. И последнее, кого сегодня хотелось бы показать, уже как бы не совсем на участке. Это школка. И это гроздь забавы. Да, смотрите. Школка, глость забавы. И, в общем-то, она тоже практически, эта гроздь готова. Ее можно кушать. За исключением забавы, я сегодня вам показала все, что уже полностью готово, полностью созрело. Но остальным просто надо еще чуток каких-то параметров поднабрать. Кому-то чуть-чуть больше ароматики добавить, кому-то чуть-чуть больше сахарку, ну а кому-то чуть-чуть подождать, чтобы ушла легкая кислинка. Также, поскольку сортов много, то не исключаю, что я кого-то немножко пропустила и не попробовала. Но по мере созревания всех обязательно покажу. И про все сорта по возможности расскажем более подробно. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Все сорта уже доступны к заказу. И наши контакты. До новых встреч!